Я всех приветствую! Вот и пришло время оставить мой отзыв о моем обучении в школе Никиты Бурлакова. Первонаперво хочу всех поблагодарить Никиту, особенно за то, что он нашел в себе силу, уверенность и собрал для нас знания, которые он нам всем передает, несет и дает нам возможность под эгидой этой школы всем встречаться. Я также передаю свою благодарность всем кураторам и главному куратору Гульчихре и всем кураторам вообще в школе, и особенно нашей группе Оксане и Инне, которые проявили терпение, настойчивость, выслушивать все наши домашние задания, просматривать их, анализировать. Это очень большой труд надо учесть, который, скажем так, титанический труд. И за то, что они нас поддерживали психологически и морально на протяжении всей нашей учебы. Я вас благодарю! Не ожидайте результатов в первый день, когда вы приходите в школу. Все мы идем в эту школу с какими-то определенными целями, которые нам на день поступления в нашу школу кажутся глобальными. То есть кто-то хочет в хрониках Акаши порыться, кто-то своим Высшим Я. Конечно же, у всех возникают свои вопросы. Ой, правильно ли я иду с тем же путем? Ну, в общем, все эти вопросы окажутся просто ерундой. Почему? Ну, во-первых, это время, которое мы учимся, да, это все-таки время. И в процессе учебы очень хорошо, что когда мы приходим в школу, мы находим первонаперво таких же, как мы, единомышленников. То есть мы себя уже изначально начинаем ощущать, как говорится, в своей ложке, как там говорят по-русски. То есть мне, живя за границей, очень тяжело найти здесь русских, таких же, как я, начнем с того, по мышлению. А уж в области эзотерики с кем можно было бы просто поговорить, обсудить, решить вопросы, это вообще просто. Это крупинка, наверное, на всю, на ту страну, где я живу. И поэтому, когда приходишь в школу, если вы за границей, уже есть возможность встречаться с нашими соотечественниками, неважно из каких стран, или республик, неважно, русскоговорящие их назовут, да, всех нас. И тем более, когда мы можем обсуждать спокойно те темы, на которые мы вообще молчим в обыденной жизни. И здесь я скажу очень большой плюс, что здесь мы все вместе, мы знакомимся, мы общаемся. Вот такой внешняя сторона, да, вот где мы говорим. Внутренняя сторона, мы даже не предполагаем, что это нам все было выстроено по карме, по пути жизненному. Почему? Допустим, работа, попадя в школу, это одно, попадаешь в группу, это другое. Каким образом ты попадаешь в группу? Это просто кажется случайно, но ничего не случайно. То есть, вот какие-то передвижения, этапы, да, смена групп, допустим, все как-то вот, оно не случайно. Почему? Потому что, пройдя вот в мою группу номер 6, я вдруг обнаруживаю девушку, которая мне пишет смс-ку. Ну, мы с ней начинаем болтать, и далее мы решаем почему-то, почему-то, казалось бы, работать вместе. И в процессе погрузок мы идем за одним, а получаем совсем другое. И мы начинаем получать знания. И если вы, то есть, тут нужно быть очень курьезным таким, как это, есть, да, нужно быть любопытным, спрашивать, спрашивать, спрашивать. Если есть возможность, как говорится, брать все, то, что дано, скажут, то, что не дано, не скажут. Ну, вы спрашивайте все обязательно. И оказалось, что мы с Ириной повязаны были еще в прошлых воплощениях. Вот, фокус-фокус называется. И во время, опять же, в процессе учебы, которое нам дано во время школы, да, такая происходит сплоченность между людьми, мы начинаем общаться, мы начинаем делиться опытом, мы развиваемся, приходит очень много информации, которая по воле или неволе нас меняет. Она меняет наши взгляды изначальные на совсем другие. И уже цель меняется. И уже с теми знаниями, которые мы приобретаем из модуля в модуль, от этапа, этапа, по домашкам или вне домашек, они начинают нам раскрываться такое, что просто глаза на лоб лезут, и ты узнаешь о себе или вообще о мире такое, что ты даже понятия не имел. И это еще нужно переварить, с этим нужно жить, это нужно принять. И на это тоже нужно время. И даже по окончании школы еще будет долгий процесс идти. Поэтому, ребята, кто пришел сейчас, кто есть, кто будет, я могу сказать одно. Не спешите. На все свое время. Пришли, начать было по судьбе. Учитесь, работайте по скриптам, по модулям, а сверху вам будут подсказывать, вести, вас будет осенять, вы будете развиваться в меру своей, как говорится, распущенности. Но это хорошо. То есть каждому свое. Через голову не перепрыгнешь. Быть похожими не обязательно на кого-то. Кто-то умнее, кто-то мудрее, кто-то старше, кто-то говорит не так. Я считаю, что не стоит никому подражать именно в процессе учебы. Слушайте всех, наблюдайте за всеми, но оставайтесь целостным, оставайтесь с кем вы есть. Естественно, если вы чувствуете, что вам надо меняться, меняйтесь. Ну, сами, проходите через это сами. И еще вы должны осознать, на какой путь вы встали. То есть знание законов мироздания обязательно советую. Этот совет был свыше нам. Когда я спросила, как дальше развиваться, мне дали совет. Организованность. Нужно поставить определенные цели, идти по этим целям. И, как мне сказал Ангел, поставила цель, скажем так, модуль урок. Прошла и сравни, что было до и что стало после. И только после этого, как ты сравнила и поняла, говорит, иди следующим этапом. Вот, в принципе, в школе Никиты это так, может быть, я не открываю велосипед, но это так и есть. Этап за этапом, этап за этапом. Это правильно. А потом, по окончании, когда мы уже все сгруппировали, и мы, казалось бы, все знаем, а тут самое веселое, нужно дальше работать, нужно развиваться. И процесс, он идет, он идет. То есть это с окончанием нашей школы мы не закончили. Мы продолжаем, продолжаем. И люди к нам действительно приходят, и знания приходят, какие-то видео подкладываются. То есть информация идет отовсюду, потому что наши каналы раскрыты. Мы прорабатываем себя в 10-м модуле. Кому-то открывается сновидение сразу, кому-то еще не время, и придет позже. Как гипнолог, я считаю, что тут нужна работа большая, психологическая над собой. Нужно иметь в себе стержень, знания, чувствовать людей, понимать людей, чувствовать своего слиппера. Действительно, очень важно найти своего слиппера. Может быть, многих. Я вот, допустим, работаю, как хотелось бы работать, как гипнолог. Нужно прочувствовать, что ему больше нравится. Быть слиппером, рассматривать картинки и быть глазами, либо быть гипнологом, который берет на себя всю огромную ответственность за то, что он говорит, за его решение во время чисток. Во время 10-го модуля тоже очень важно знать, не наговорить лишнего, не навязать. То есть это все в модулях есть. Это просто нужно этому следовать, вникать и внедряться. То есть не так поверхностно пробежаться по листкам, а вникать строчка за строчкой и размышлять. Я советую очень много размышлять. И очень классно, что во время школы мы получили все эти модули. У нас есть теперь, как говорится, поварская волшебная книга на руках. Все это организовано, лежит в папочке. Я очень благодарю за полученную информацию, за которую я пришла в школу. Корыстная была цель прийти в школу и получить необходимую мне недостающую информацию. И теперь по окончанию школы я понимаю, что я ее получила. Бежать в какие-либо дальнейшие школы вообще нет желания, потому что тут работы не початый край. Уже, казалось бы, 12 модулей. Но если копнуть глубже, то каждый модуль можно просто по жизни его работать, развиваться и развиваться и развиваться на базе одного модуля. А что уж говорить на базе 12. Поэтому ребята, девчата и мальчишки, также их товарищи, ни в коем случае не жалейте, что вы пришли и что вы придете. Потому что этот процесс трансформации, смены в вас самих, открытие всего, что вы не ожидали открыть. И получается, даже задумаешься вообще о жизни, об ответственности в своей жизни. Самое главное – осознать, на какой вы путь встали и быть уверенным в себе. Ну, в общем, тут сам процесс учебы в школе шикарный. Я очень рада, что я познакомилась со всеми в недрах этой школы. Иначе бы я вот так нигде бы не познакомилась, ни на каких сайтах, ни на каких форумах, нигде бы я об этого вас всех, ребят, не нашла. Я так счастлива была познакомиться с теми, с кем уже знакома. И я всегда готова еще ознакомиться, продолжать быть в общем чате и находить себе подобных, кто примет меня и кого примет моя душа. Вот. Благодарна. Вот действительно я благодарна, потому что сейчас еще... Теперь у меня появилось абсолютно другое мнение о жизни, о своей собственной. И вообще все, что происходит вокруг. Вот. Это не значит, что я вдарилась в эзотеризм и все, отрезала. Нет. Свыше сказали, вы можете работать той профессией, которая вам нравится. Ну, чтобы зарабатывать деньги и поддерживать наше существование. Но то, что мы здесь, все-таки это было нам предназначено сюда прийти. Это наш труд. Мы пришли, мы сделали усилия, как люди, как человеки. Мы нашли в себе силу и храбрость. Нас в школе поддерживают. Мы находим большую поддержку в школе. Мы находим знания. Мы находим понимание в школе. Понимаете? Самое главное здесь понимание. Вот. Это очень важно. Это понимание, которое мы здесь находим. И поддержку. Я благодарю Никиту. Я благодарю кураторов. Я благодарю всех ее участников. Всех тех, кто участвует и развивается. Я рада вас всех встретить. Я рада с вами познакомиться. Я рада, что пришла в эту школу. Я понимаю, что это было предназначено судьбой. Раз уж я встретила тех людей, кто здесь. И поверьте, свыше вам это подтвердят. Просто задавайте им вопросы. Они вам все подскажут, все подтвердят. А общение с высшими, с высшим я, с наставниками, это просто чудо. Слезы текут, когда они приходят. Поэтому всех люблю. Всех обожаю. И желаю всем дальнейших успехов, продвижения. И развития, естественно, по светлому пути. Я хочу, чтобы... Не хочу. Я желаю вам все-таки идти по светлому пути. И не сбиваться с него. Так, как нас учат в школе. Пожалуйста. Вот. Всех люблю. Благодарю всех. Никиту, кураторов и всех моих однокрупников, одношкольников, однокашников. И всех тех, кто меня принял, такой, какая есть. Благодарю. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok